МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но зато в послании к Рузвельту Сталин с некоторым пафосом написал «Я обязан лично посещать различные секторы фронтов». Но в дальнейшем уже никогда не выезжал в действующую армию. Да и не нужно это лидеру, замкнувшему на себя пять главных должностей в Советском Союзе. Руководство Красной Армией военной экономикой было строго иерархичным. В этом можно увидеть и плюсы, и минусы. Но представьте себе, что войной коллегиально руководят члены Политбюро Жданов и Молотов, Каганович и Ворошилов, Валенков и Берия. Страшно становится. Главным было другое – способность нашего народа к тотальной мобилизации. В этом отношении Советская Россия была государством единственным и неповторимым. А гитлеровская Германия, несмотря на все указы и заклинания Геббельса, к такому самопожертвованию оказалась не готова. Миф о тотальной мобилизации в Германии так и остался мифом. Гитлер, конечно, в отличие от Сталина, за время войны часто прилетал к своим командующим. Он успел побывать и в Запорожье, и в Мариуполе, и в Севастополе, и в Борисове, и в Смоленске, и в Полтаве. Но прилетая к Моделю или к Боку, Манштейну или Лейбу, Гитлер только нервировал своих командующих и мешал им принимать верные решения. А выезжать в действующую армию или не выезжать – это всего лишь стиль работы главнокомандующего, и не более того. КОНЕЦ В самых ответственных штабах в начале июня 1944 года больше всего говорили о погоде. На островах центральной части Тихого океана в первые дни лета свирепствовал тайфун. Трехметровые волны ломали причалы, срывали с якорей корабли и суда Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Авианосец Бугенвиль получил серьезные повреждения. Семь судов были выброшены на берег, а два гонимых ветром эсминца столкнулись. В Белоруссии поздняя весна, такая же, как на переломе от весны к лету 1941 года, не давала генеральному штабу Красной Армии определить точную дату начала наступления по плану Багартион. Реки и речки все еще не вошли в свои обычные берега, болота не подсохли, лесистая заболоченная местность лежала перед Первым Белорусским фронтом генерала армии Константина Рокоссовского. Даже для одного легкого орудия приходилось класть настил из бревен в несколько рядов, вспоминал в книге «Солдатский долг» маршал Аркасовский. Кругом почти сплошные болота с небольшими островками, заросшими кустарником и густым лесом. Никаких условий для сосредоточения танков и тяжелой артиллерии. Нелегкое дело предстояло нашим солдатам и офицерам пройти эти гиблые места, пройти с боями, пройти стремительно. Но самые главные переживания по поводу погоды в начале июня пришлись на долю штабных работников, ответственных за операцию «Оверлорд». 1, 2, 3 июня в штабе генерала Эйзенхауэра каждый час метеослужбы докладывали о характере погоды в проливе Ла-Манш. Дважды в день проходили совещания командующих для обсуждения погодных сводок. С 1 по 3 июня войска союзников грузились на суда и корабли, выходили в море, но из-за плохой погоды вынуждены были возвращаться. Плохой погода была не только на море. Низкая облачность не давала возможности использовать подавляющее преимущество союзников в авиации. Назначенное на 5 июня начало операции «Оверлорд» Эйзенхауэру пришлось отменить. К моменту высадки союзников в Нормандии на Британских островах была сосредоточена огромная многонациональная армия вторжения, которая изготовилась к решающему броску. В состав этой армии входило порядка 3 миллионов солдат и офицеров. Большую их часть, примерно миллион 700 тысяч, составляли американцы. Около миллиона – англичане и канадцы. Но, кроме всего прочего, в состав этих вооруженных сил входили также французские, польские, чехословацкие, норвежские, бельгийские и датские части. Верховный главнокомандующий всей этой армады, американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, переоделся в полевую форму, отказался от предоставленного ему комфортабельного особняка и постоянно находился непосредственно в войсках, расположившись в своем персональном автофургоне, который он иронически называл «цирковым». Нужно со всей определенностью сказать, что к моменту начала десантной операции была проделана воистину титаническая гигантская работа. Так, к примеру, к уже имевшимся многочисленным аэродромам в Великобритании были добавлены 163 новых, только что построенных. В Англии в те дни шутили, что если бы все самолеты, дислоцированные на этих аэродромах, одновременно поднялись в воздух, то воздушного пространства им явно не хватило бы. Они стали бы задевать друг друга крыльями. В портах Туманного Альбиона была сосредоточена армада кораблей, огромный флот поддержки, который насчитывал порядка 900 кораблей и судов самых разных классов. Готовились использовать разного рода технические новинки и новшества, в частности, плавучие гавани, которые должны были быть отбуксированы к побережью Нормандии и сыграть немаловажную роль в достижении окончательного успеха. Ну и, наконец, приказа о высадке ждали 11 тысяч американских и британских парашютистов-десантников и морских пехотинцев. Интересно, что немецкая воздушная разведка не сумела обнаружить досрочные выходы в море десантных караванов противника в первые июньские дни. Фельдмаршал Эрвин Роммель после своего назначения на Западный фронт со всей своей энергией занимался укреплением обороны французского побережья. В три раза увеличилась постановка мин. Шесть миллионов мин и минных ловушек были выставлены на берегу и на мелководье. На самых десантно-опасных участках побережья появились заграждения из колючей проволоки и надолбов. Первые дни июня не насторожили немецкое командование на Западе. Оно полагало, что погода в ближайшие дни не улучшится. Кроме того, с 4 по 7 июня 44-го года наблюдалась полнолуния. Немцы почему-то считали, что большая приливная волна на побережье сыграет на стороне обороняющихся и затруднит высадку войск. Американский адмирал Честер Нимит в своих воспоминаниях заметил. Американцы считали целесообразным как можно скорее нанести прямой удар в сердце Германии. Англичане же были сторонниками обходных и фланговых маневров, окружения и истощения сил противника перед нанесением удара в его сердце. Наиболее значительный вклад англичан в стратегию Второй мировой войны с одной стороны состоял, видимо, в том, что они удерживали американцев от вторжения в Западную Европу до тех пор, пока Германия не была достаточно ослаблена, а союзники не стали достаточно сильными для завоевания быстрой и не слишком дорогой победы. Немецкие войска во Франции должны были охранять побережье длиною в 1300 километров берега Франции, Бельгии и Голландии. Для этого командующий группой Запад фельдмаршал Герт фон Руншет имел 60 дивизий. Но! Вот это «но» очень существенно. Дело в том, что для немцев большое значение имел восточный фактор. Дело в том, что большинство из этих дивизий уже побывали на Восточном фронте и понесли там большие потери или были разгромлены и находились во Франции на переформировании и обучении. Например, 11-я танковая дивизия за несколько дней до вторжения прибыла во Францию только с управлением и с номером своим, без единого танкового батальона. Всего в группе «Запад» было около тысячи танков. Сравним. На Восточном фронте на 1 июня 1944 года у Вермахта было 1380 танков и штурмовых орудий. Кажется, что разница невелика. Но здесь мы попадаем в плен к статистике. Дело в том, что кроме «Тигровый пантер» на Западе у немцев было очень большое число устаревших трофейных танков чешского и французского производства. А американцы, высадившись в Нормандии, с удивлением обнаружили, что в обороне у противника участвовали даже танки, сконструированные еще в период Первой мировой войны. Генерал пехоты Эрих Маркс, командующий 84-м армейским корпусом Нормандии, это, кстати, тот самый Маркс, который начинал планирование нападения Германии на Советский Союз еще до того, как этот план получил название «Барбаросса», за несколько дней до вторжения союзников заявил. Артиллерийские позиции без орудий, склады боеприпасов без боеприпасов, минные поля без мин, а среди большого количества людей в военной форме едва ли удастся отыскать хотя бы одного настоящего солдата. Генерал Маркс, погибший в начале вторжения союзников, конечно, преувеличивал немецкую беспомощность. В составе группы армий Запад были в числе 60 дивизий и элитные танковые дивизии СС, и опытные фельдмаршалы и генералы. Но военно-политическая руководство Германии работала в эти дни с завязанными глазами, потому что не имела сведения о возможном районе высадки десанта. Немцы увязли в бесплодных дискуссиях, их разведка бездействовала, оборона Атлантического вала была слепой. Быть сильным одновременно в десяти разных пунктах не удавалось еще ни одному полководцу. Подсознательно германское командование, что бы оно потом не вспоминало после войны, больше всего боялось высадки союзников по кратчайшему маршруту Лоренца-Стерна из английского Дуврова, французские Булонь и Кале. В этом районе немцы держали 10 батарей сверхтяжелой морской артиллерии и бесчисленное количество батарей береговой артиллерии, тогда как в Нормандии у них была расположена всего лишь одна казематная сверхтяжелая артиллерийская батарея. «Валькирия» – так назывался план, который участники антигитлеровского заговора во главе с генералами Ольбрихтом, Тресковым и полковником Штауфенбергом хотели использовать для ликвидации нацистского режима в Германии. В принципе, план «Валькирия» не представлял из себя ничего экстраординарного. Командующий армией резерва генерал-полковник Фридрих Фром, в подчинении которого были все внутренние гарнизоны и военные училища в Германии, должен был вывести войска из их казарм и мест дислокации для того, чтобы подавить любое неожиданное выступление и возможные беспорядки со стороны иностранных рабочих, которых в Германии к лету 1944 года находилось почти 6 миллионов человек. Таким образом, Штауфенберг и его друзья хотели воспользоваться разработанными планами перемещения войск для того, чтобы под прикрытием плана «Валькирия» провести ликвидацию нацистского режима. В ходе своих мероприятий Штауфенберг и его соратники планировали ликвидировать сеть нацистских партийных учреждений, карательные органы Гестапо и СД и даже ликвидировать несколько высших партийных чиновников нацистской партии. Все это должно произойти после того, когда Гитлер будет убит. После этого предполагалось превозгласить новое правительство Германии. Временным главой государства планировалось назначить генерал-полковника Людвига Бека, министром иностранных дел неизвестного немецкого дипломата Уйриха фон Хасселя, начальником полиции генерал-майора Хенненга фон Трескова, рейхсканцлером Карда Гердлера. 4 июня в Лондон из Алжира прилетел глава французского правительства генерал Деголь. Генерал протестовал против оккупационного режима, который союзники предполагали установить во Франции при живом французском правительстве. Черчилль после нелегкого диалога привез Деголя в штаб генерала Эйзенхауэра, где лидеру свободной Франции показали карты предстоящей операции «Оверлорд», но не назвали даты ее начала. В начале июня на вооружение советских военно-воздушных сил начали поступать новые типы самолетов. Истребители Ла-7 и модернизированный Як-3, максимальная скорость которого, 650 км в час и маневренность, выводили его на уровень лучших истребителей Второй мировой войны. Весь день 5 июня 14-я флотилия тральщиков-союзников занималась уничтожением немецких минных полей на маршрутах движения десантных судов. Американский тральщик Аспрей подорвался на мине. Шесть человек из его команды погибли. Это были первые потери операции «Оверлорд». Фельдмаршал Эрвин Роммель, командующий группой армии «Запад», 4 июня убыл в Германию для кратковременного отдыха и совещаний в штабе ОКВ. Гитлер прекрасно понимал, что успешное вторжение союзников во Францию ускорит крах Германии и неоднократно внушил своим генералам, что у вермахта есть все возможности для успешного отражения десанта. Но были ли они на самом деле? Военно-морского флота, способного противостоять англо-американским морским эскадрам, у Германии не было. Деннис готовил удар подводных лодок по десантным транспортам, но вряд ли немецкие подводники могли надеяться на крупный успех. В этот период войны противолодочная оборона союзников была гораздо сильнее. Еще более катастрофическим было положение в авиации. Англо-американские ВВС превосходили Люфтваффе по численности в 25 раз. Имея такое громадное преимущество, на море и в небесах союзники могли выбирать и время, и место высадки. А в случае, если первая десантная волна захватит плацдармы на берегу, то это преимущество авиации и флота обеспечит союзникам неуклонное наращивание техники и живой силы на захваченных плацдармах. После прорыва немецкой оборонительной линии Густава в Италии 5-я американская армия генерала Марка Кларка, используя активность войск союзников, занимавших плацдарм Ванцио, имела возможность окружить немецкую группировку юго-восточнее Рима. Но генерал Кларк пренебрег этой вероятностью. Его привлекало почетное звание освободителя Рима. И 5-я армия повернула свои авангарды в сторону вечного города, что позволило фельдмаршалу Альберту Кессельрингу 4 июня изящным маневром вывести свои войска на север. Рим был освобожден союзниками, и генерал Кларк получил свои лавры. Король Италии Виктор Имановил III, как и обещал, отрекся от престола. Вслед за ним ушло в отставку и непопулярное правительство 73-летнего маршала Бодолья. Черчилль, который был всего лишь на 3 года моложе маршала, считал, что Бодолья находится в очень престарелом возрасте и нуждается в отдыхе. В первых числах июня 1944 года, одного из решающих месяцев Второй мировой войны, жизнь командующего Национально-освободительной армией Югославии и вождя Коммунистической партии Югославии, Иосипа Брустита, висела буквально на волоске. Во второй половине дня 1 июня 1944 года, когда штаб Верховного командования находился на марше в районе железнодорожной станции Лисине на Луневаче в горном массиве Динарских гор на западе Югославии. Колонна была сходу атакована 13-м полком 7-й горно-стрелковой дивизии Вафен-СС Принц-Ойген, который командовал бригадой фюрер Оттекум. К 3 июня 1944 года измученные представители штаба Верховного командования Национально-освободительной армии, остатки батальона личной охраны ТИТО и представители двух союзных миссий достигли горного массива Витарок в западной части Динарских гор. Здесь, в районе Купрежка-поле маленького населенного пункта, была взлетно-посадочная полоса. Тот факт, что ТИТО остался в живых, во многом объясняется тем печальным обстоятельством, что на склонах этого горного массива ССовцы из 7-й горной дивизии Принц-Ойген и хорватские легионеры из 369-й пехотной дивизии практически в полном составе уничтожили элитную пролетарскую дивизию, 1-ю пролетарскую дивизию Национально-освободительной армии Югославии, бойцы которой своими жизнями заплатили за то обстоятельство, чтобы их главнокомандующий остался в живых. В ночь на 3 июня 1944 года на взлетно-посадочную полосу сел первый советский самолет, который вывез ТИТО за пределы блокируемого района. Вначале он был доставлен советскими летчиками в баре, а затем уже на союзных кораблях на остров Вис. 2-го и 3-го июня Гитлер проводил совещания с военными. Собственно, совещанием это назвать трудно. Гитлер произнес длинную речь, а генералы его молча слушали. «Если мы успешно отразим вторжение союзников», – вещал Гитлер, «то они не смогут повторить свою попытку в течение ближайшего времени. А это, в свою очередь, означает, что наши резервы высвободятся для использования в Италии и на Восточном фронте. Следовательно, мы будем в состоянии стабилизировать Восточный фронт и, возможно, затем перейти там в наступление. Но если мы не отразим вторжение, то не сможем в долгосрочной перспективе выиграть позиционную войну, потому что враг намного превосходит нас в силах и средствах на Западном фронте. Не имея значительных стратегических резервов, мы не способны сосредоточить значительные силы на всем протяжении линии фронта. Следовательно, силы вторжения должны быть сброшены в море при первой попытке осуществить высадку десанта». 2 июня 1944 года на аэродромах в Полтаве и Миргороде приземлились первые самолеты союзников, которые начали совершать свои челночные рейды, о которых мы уже упоминали в предыдущих сериях. Это были знаменитые бомбардировщики, прославленные летающие крепости и либерейторы. Кроме того, на еще одном аэродроме, расположенном к западу от Полтавы в Пирятине, базировались истребители сопровождения «Мустанги». За сравнительно недолгий период эксплуатации этих аэродромов, входивших в Полтавский авиационный узел, а эксплуатировались они до сентября 1944 года, на них было обслужено более тысячи самолетов-союзников. 5 июня главный немецкий метеоролог доложил в штаб германского командования в Париже, что на следующий день, 6 июня, погода в проливе Ла-Манш не улучшится. А вот его британский коллега сообщил генералу Эйзенхауэру, что в начале следующего дня, 6 июня, наступит недолгое улучшение погоды, после чего она снова ухудшится и, возможно, надолго. Это была важная победа английской науки над немецкой. Весь день, 5 июня, хотя в море уже находились тысячи кораблей и десантных судов с американскими войсками, которые шли из порта в Западной Англии в Восточной Гавани, немцы ничего не обнаруживали и ни о чем не подозревали. Командование союзников, конечно же, понимало, что немцы уже догадываются о подготовке крупномасштабной десантной операции. Важным было другое. Надо было сохранить таяние, во-первых, время высадки, а во-вторых, то место, где первые волны десантников начнут борьбу за захват плацдармов на французском побережье. Для этого англо-американская разведка придумала целую серию ложных мероприятий по дезинформации противника. Сначала активизировали разведчиковые диверсионные отряды и французских подпольщиков на побережье, далеком от Нормандии. Усилили радиообмен. Иногда приходилось жертвовать этими людьми, которые попадали прямо в лапы гестаповских контрразведчиков. Во-вторых, в графстве Кент была создана целая мифическая армия генерала Монтгомери. На пышных английских лугах расставлялись псевдопланеры парашютной дивизии. А генералу Монтгомери придумали двойника. На него был очень похож известный актер Клифтон Джеймс. И актера двойника направили в Гибралтар с инспекцией войск, расположенных там. Вторая мифическая армия была организована с помощью американского генерала Джорджа Паттона, который в то время был отставлен от командования за то, что в госпитале он ударил солдата, которого принял за симулянта. Вы можете, кстати, себе представить, чтобы в Красной армии отдали под суд Чуйкова или Еременко с Жуковым за то, что они ударили по лицу солдата. Так вот, Паттон энергично проводил инспекции, в открытом радиоэфире отдавал приказы. И в Берлине начали резонно полагать, что Паттон и возглавит войска вторжения. В общем, немцев удалось основательно запутать. Решение о начале десантной операции или о ее переносе мог в эти июньские дни принять только один человек, главнокомандующий англо-американскими войсками Дуайт Эзенхауэр. Генерал хорошо понимал, что очередное возвращение на берег занявших свои места на десантных судах солдат чревато потерей энергии, наступательного духа и может надолго отбросить начало операции «Оверлорд». 5 июня в 4 часа 15 минут утра Эзенхауэр отдал приказ о начале вторжения во Францию ранним утром следующего дня. Длинные караваны союзников начали выходить из портов и выдвигаться к проливу Ла-Манш. Воздушно-десантные войска, которым предстояло первыми высадиться на континенте, заняли свои места в транспортных самолетах. В 22 часа служба перехвата 7-й немецкой армии, расположенной в Нормандии, зафиксировала кодированную радиограмму из Англии, адресованную французскому подполью. Содержания радиограммы немцами понято не было, но штаб 7-й армии охватила тревога. Какие-то непонятные события могли вот-вот произойти. Командующий армией позвонил фельдмаршалу Роммелю, находившемуся в Германии. Роммель посоветовал усилить наблюдения. И фельдмаршалу, и дивизиям, стоявшим в обороне на Атлантическом валу, пребывать в неизвестности осталось совсем недолго. КОНЕЦ КОНЕЦ